трапезу господню выдержим я думаю что я задал провокационный вопрос именно трапеза господни мы можем сегодня насытиться до насытить свой дух хотя слова сегодня было достаточно и воды выложивой достаточно но трапеза господня это святое слава богу что я нахожусь церкви где десятину соблюдаем у нас так научили нас так наставили когда только мы были но я думаю что да это было не в законческой церкви мы вышли законческой церкви и родилась новая церковь и там уже давали учения которые вдохнули в нас жизнь вот и я хочу так сказать о том что в своей жизни я видел очень много пастырей я я честно говоря для меня это было в какой-то степени неприятное зрелище когда в очередной раз встречаю пастыря которые абсолютно нищий ничего не имеет я удивлялся ну как может так это же не соответствует библии ну как вот и бог говорит о том что я давид пишет я не видел праведника к дети которые бы просили бы хлеба а тут пастырь у которого дети нищие я у меня внутри вот ну просто не застыковка не может такого быть я просто смотрю в жизни а там просто научили да что так что ну это устарела пастырь сам не входит и другим не дает и просто свои своей жизнью своим образом жизни просто отпугают людей просто отпугают покажет мертвую религию ну своей жизни просто слава богу что просто бог сразу нас изначально наставил и что ну я не знаю наверно где-то больше двадцати лет как мы получили откровение начали соблюдать десятину и бог очень быстро убрал с нашей жизни долги довольно бы ну реально все как сегодня олег григорьевич просто раз рассказывал да о том что на нас просто посыпались деньги в тот момент когда а первое время наташа вот свидетель о том что мы считали что у нас не из чего давать десятую часть ну не из чего мы ну мы такие бедные от чего давать но дети маленькие детей надо кормить и вот мы приняли решение мы все равно будем отдавать десятину и мы давали ну просто вот ничего нету там последний сухарь там хлебница короче мы набираем сумму почитали вот 10 нас должна вот такая наскребли наскребли чуть чуть больше положили и несём церковь из какого-то момента бог начал у нас очень сильно благословляет но я могу так сказать что вот первое здание для церкви мы так вот я так потом задним числом потому что у нас было 15 бабушек пенсионерок и мы выкупаем здание для церкви а у нас наташа очень хорошая пошла пошла зарплата доход и вот деньги реально просто вот так сыпались бизнесмены приходили вот так просто в конвертах там просто вот так приносили благословляли давали и мы довольно быстро выкупили здание я вам хочу сказать о том что я думаю что именно по этой причине здесь ну мы единственная церковь русскоговорящий который почти выкупал вот это здание которое сегодня она ну примерно около 1 миллиона евро да вот такая сумме тянется и просто опять же я за все благодарю бога за просто зато послушание и за то что нас реально когда-то вот так просто научили да и сегодня для нас десятина этого что-то стало настолько естественным просто ну как можно это не давать я например ну я не хвалюсь господом просто бог меня научил чтобы вот каждый раз не пересчитывать я пересчитываю примерно там вот и там добавляю чтобы подробно не считать а просто ну больше чтобы узнать уже что уже наверняка вот да гарантированно и нас когда-то очень хорошо настали прочитал очень хорошую книгу я уже на эту тему заканчиваю перехожу десятина это всего лишь просто распахать большую пашню большую землю и просто ну это то что мы вспахали да это то что мы предоставили богу вот а уже наши приношения это то что мы туда посеем и вот на самом деле когда мы учились не только давать истину ну то есть не только возвращаете богу то что ему принадлежит по праву но еще и сеет туда вот вот в эту пашню то тогда вот у нас пошел такой просто что мы ну но наша жизнь можно смело назвать наша жизнь с избытком у нас есть все потребное для жизни для наслаждения у нас есть дома недвижимость машины дети благословен я просто званецкого читал да ну званецкий да я написал текст для меня еще когда был живой вот ну что знал что я стану богатым и так оно и происходит и просто вот это сыплется 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 и просто я благодарен богу за то что вот на самом деле бог верен своему слову и вот я еще одно место да да давайте мы прочитаем помолимся сегодня за десятина за приношение